Ладушки, так, окей, тогда поехали. Мы, да, продолжаем продолжаем по снаркам, собственно, вот эти вот статьи. Так, сейчас, проходите. Да, все, вот так вот. Мы в тот раз с вами посмотрели такие простые сирпиты, поняли, что их размеры зависят от количества констрейнтов, то есть таких вот кусочков, как бы, в коде, в которых проверяется, действительно, промежуточное состояние программы, ну, там, привело, как бы, к нужным числам. Увидели то, что все вот эти вот сигналы, все это дело пробуется в математике электрических кривых, в полях, что внутри, как бы, такая, как бы, своя математика. Увидели то, что не очень прикольны всякие битовые операции, потому что они, по сути, превращают 256-битные числа в биты. То есть забирают один битик, потом второй битик, потом третий, потом четвертый, и так вот 256 раз, или, там, ну, сколько вы сделаете, как бы, этой битности, там, сто раз. И эти операции довольно тяжелые в сиркитах, и что есть, так называемые снарк-френдли, разные алгоритмы, то есть они специально разработаны для того, чтобы их можно было легко использовать в снарках. Мы попробовали с вами по-хэшировать кичак. Вот, я сейчас покажу, короче говоря, его, его вот этот сиркит, кичак, вот мы там н раз, как бы, пытались это делать, и увидели то, что, ну, вот, из-за вот таких вот, например, вещей, из-за преобразований, из-за того, что на вход, как бы, кичаку должно подаваться такое битовое поле, из-за этого внутри он разворачивается в сиркит с очень большим количеством констрейнтов, то есть там порядка 150 тысяч констрейнтов на одно хэширование кичаком. Это довольно много, и мы с вами, как бы, попробовали сделать то же самое с другим алгоритмом, с таким снарк-френдли, с Минце, вот, количество раундов у него там 91, и увидели, что это было достаточно дешево, мы, по-моему, что там, там, там стоят, там, какие-то сотни, сотни констрейнтов. Минце, вот, констрейнтов там было всего, вон, 364, то есть при этом это все-таки достаточно перептостойкая хэш-функция, и вы на ней можете спокойно строить точно такие же, как бы, мёркл-деревья, вот, но есть, опять же, нюансы. Значит, наверное, здесь первый нюанс, вот здесь вот, который описан, это, есть в криптографии такое понятие, как, сколько битов секьюрит, ну, сколько битов безопасности, как бы, обеспечивает данный алгоритм, то есть, поэтому там много всяких разных формальных работ, да, там, сколько там хэшей должны перебрать, чтобы найти коллизию, там, что-то такое, все это меряется в битах, и надо сказать, что со снарк-френдли алгоритмами ситуация сложнее, то есть, если вы видите 256-битный ММЦ хэш или там, Бедерсонский хэш, это вовсе не значит, что он обладает такой же, как бы, битностью безопасности, как, например, тот же самый Кичак. Объясняется это довольно просто, просто, когда вы работаете в поле, да, то есть, вспоминаем вот это эллиптические кривые, там у вас, как бы, на кольце, как бы, очень много вот этих вот чиселок, вот, ну, то есть, мы бегаем их там конечное число, потому что мы работаем по модулю П, и вот, собственно, вот этих вот чисел, их немного на эллиптической кривой, ну, все вот эти вот, они все негодятся, все, которые вот здесь по серединке, то есть, у вас внутри, как бы, 2 в 256, как бы, числа, на самом деле, находится не 2 в 256 разных значений, вот, если, как бы, с такими традиционными алгоритмами, как Кичак, мы можем оперировать тем, что у нас количество возможных, там, не знаю, там, данных, входных, как бы, это 2 в 256, то с этими алгоритмами это все еще определяется размером поля, а зачастую, как бы, эти алгоритмы используют не такие, прям, бывают большие, как бы, поля для оптимизации, вот, поэтому, это вот тоже то место, как бы, в котором разработчикам ЗК приходится читать, как бы, статьи, посвященные, там, безопасности, здесь у меня приведена статья, она не по снарк-френдли алгоритму, но вообще, как бы, ее полезно, очень прочитать, чтобы понимать, вообще, вот это вот, понимать, вот эту вот, битность операций, то есть, как ее рассчитывают криптографы, что просто, как бы, понимать, что за смысл кроется за вот этими, как бы, битами security, значит, если говорить о функции Мин-С, вот, то я тут нашел какое-то описание этого, этого алгоритма, и примерно, где-то, как бы, в статье, там, или в дискуссии, вот здесь, по-моему, где-то, она, да, как раз на эфирианном форуме, обсуждается, как бы, какой размер вот этого Мин-С взять, для того, чтобы он был безопасным, ну, размерами, это количество раундов, там, внутренних, и так далее, вот, ну, вроде как, 91, как бы, раунд, вот здесь, вот, он считается, как бы, достаточно секьюрным, так что, можно эту функцию юзать, еще, надо, конечно, сказать, что у Мин-С есть куча всяких разных разновидностей, вот, и на нем, там, построены более прогрессивные алгоритмы, то есть, можно эти Мин-С сплетать между собой, как фриптографии, там, они сплетаются во всякие, там, сети фестеля, вот, то есть, можно его, там, эти раундовые функции усложнять, для того, чтобы затруднять атаки, и это, в общем, тоже важно понимать, следить за этими алгоритмами, потому что, возможно, вы можете воспользоваться каким-нибудь, ну, сократить количество констраинтов, за счет того, что вы сократите битность хэш-функции, но будете использовать более какой-то прогрессивный, более секьюрный алгоритм, который их собирают. Вот, значит, наша задача посмотреть еще один, как бы, из вариантов, который может вам пригодиться, в частности, этот Петерсон используется, там, может, не знаю, как у Торнадо, там, с версиями, но вот Торнадо, как раз, по-моему, использовался, Меркл 3 именно на Петерсон хэшах, это тоже достаточно популярный очень такой алгоритм, сейчас я там прям картинки, может, из него какие-то покажу. Вот, сейчас, 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 что-то, наверное, самое интересное, ну, он делит, на самом деле, сообщения на вот такие вот битные чанки, в каждом из них, по-моему, там, по 5 бит, как бы, и делает что-то, вот, примерно, вот такие вот операции на них, то есть, это тоже, такие побитовые, не побитовые операции, как бы, а операции с такими, с битовыми чанками, он достаточно тоже хорошо ложится на сиркуты, вот, за счет, там, всяких разных, как бы, разных оптимизаций, и он тоже популярный, плюс, у, чем, как бы, хорош, Педерсон, чем он крут, как бы, у него есть такие фичи очень интересные, например, одна из этих фичей, это, гомоморфное сложение, там, или умножение, вот оно вот так вот выглядит, очень интересное свойство, то есть, вы можете взять два Педерсон хэша, перемножить их, и вы получите хэш от суммы его, вот этих вот прообразов, то есть, чувствуете, чем пахнет, пахнет там, всякими, какими-то там, голосованиями, да, там, например, там, вы можете, не раскрывая вот этот голос, не раскрывая вот этот вот голос, получить, как бы, сумму голосов, просто собрав, просто собрав, вот эти вот коммитменты, вот, ну, каким-то образом, там, замаскировать, конечно, его внутри, там, вот, но тем не менее, вот, и вот это вот свойство, оно очень такое интересное, оно может быть применено в разных алгоритмах, вот, в частности, опять же, тоже, как в финансах, да, у нас там, типа, первый депозит, второй депозит, а это их, это их, типа, сумма, которую можно, там, не знаю, обработать, как бы, в контракте, вот, то есть, в общем, здесь могут быть достаточно всякие интересные, всякие интересные идеи, здесь есть как раз статейка про Pedersen Commitments, вот, Pedersen, из-за своего такого специфического дизайна, он тоже немножко выбивается, потому что, видите, у него есть вот эта вот гомоморфность, и у него есть довольно такие экзотические проблемы с безопасностью, ну, например, там, первая, короче, история, что он стойкий к коллизиям, да, как хэш-функция, то есть, вы, имея один, грубо говоря, прообраз какой-то, там, вы знаете, там, что вот эта строчка, дает такой-то хэш, найти коллизию, то есть, найти другую строчку, которая даст тот же самый хэш, у вас не получится, но при условии, если вы ищете эти коллизии только среди строчек с той же самой длиной, ну, той же самой битности, если у вас есть возможность входные данные расширить, добавить туда, как бы, еще битов, то поиск коллизии в Pedersen, как бы, несложной задачей, это такой вот интересный, очень интересный такой поинт, типа, вы вроде как юзаете Pedersen, но если вдруг вы снаружи при его использовании, во время его имплементации, как бы, позволите пользователю кормить ему разные, разные прообразы, разные битовые длины, то есть, не будете все приводить, там, 200-ки строго к, там, какому-нибудь фиксированному размеру, то в вашем алгоритме могут найти коллизию, это проблема довольно большая, там, подделать мертвый пруф и так далее, вот, ну, еще, Pedersen, он весь там работает, он тоже в своих вычислениях, в этих, он бегает по, тоже, по эллиптической кривой, по конечным полям, вот, потому что, вот это все, что здесь происходит, оно происходит, как раз, тоже на кривой, и под него можно выбрать, можно выбрать разную, как бы, кривую, можно сделать Pedersen over, там, какой-то кривой, на такой-то кривой, Pedersen, на такой-то кривой, вот, а когда мы имеем дело кривую, с кривыми, у нас все-таки есть две координаты, вот, это эллиптические кривые, они симметричные, вот, они отображаются одинаково, как бы, вверх и вниз, вот, и поэтому, можно его не очень правильно заюзать, этот Pedersen, то есть, вы получили хэш в качестве точки, и у этой точки будет такая, как бы, коллизия, если вдруг вы используете в качестве хэша только координату x, например, вот, ну, не знаю, получили несколько выходных значений из Pedersen, и взяли, как бы, битность снизили, использовали только координату x, как бы, а что, работает, фиг найдешь, как бы, но, возможно, опять же, как-то там, где вы имплементируете Pedersen, можно будет подсунуть вот такую вот, как бы, точку, которая даст, в общем-то, тот же самый, ну, такой же хэш, либо коллизию найти, либо там прообраз найти, имеющий такой же хэш, вот, про Pedersen, давайте прям, чуть-чуть, просто проверим, сколько он у нас стоит, по-моему, здесь, я тут нормально, так им пахешировал, давайте его с одним, прогоним, в одно лицо, так, что-то он прям, совсем простое мне сделал, так, видимо, вспоминать, что я здесь, что я здесь накрутил, Pedersen 1, очень какое-то маленькое количество, вот, 25 тысяч, Pedersen, нормально, как-то, это лучше, наш любимое число, как бы, которое позволит нам сделать, какую угодно большую штуку, ну, там, какие-то, 512 всего, констраинтов, как бы, а, ну, вполне возможно, как бы, потому что, ну, как я сказал, он делает все на электрической кривой, это прям, вообще, нативно ложится на гейте, как бы, это очень-очень-очень быстро, и очень-очень просто, но, наверное, можете с раундами, что-нибудь накрутил, все это вы можете, да, пошатать сами, как бы, посмотреть в примере, значит, это то, что касается, Педерсона, ну, и, наконец, наверное, сейчас самый популярный, я уже про него чуть-чуть говорил в прошлый раз, это, посейдон, это, алгоритм, сделанный, кстати говоря, ну, там, я не помню, одним, или в коллаборации, Дмитрием Хавратовичем, есть такой, криптограф, вот, кстати говоря, аудитами занимается, их компания, тоже очень достойная, вот, и, в чем, как бы, фишка этого метода, это тоже похожая история на Мем-C, вот, но Мем-C такой скрещенный с нашим блочным стандартным АЕСом, то есть, который у нас используется вообще практически везде, всех браузеров, значит, наш American Encryption Standard, обычный симметричный шифр, очень красивый, стойкий, и там, если кому интересно, там, можете лекции по криптографии посмотреть, там АЕС описывается, вот, и, наверное, такая, как бы, основная фишка Посейдона, это именно то, что под капотом операции в нем Мем-C, а соединены они таким образом, что они дают защиту, что они дают защиту и от алгебраических, и от статистических атак, то есть, там, не, грубо говоря, там, не уравнений каких-то аналитиков, не выведешь, как бы, для того, чтобы атаковать этот хэш, и там, и статистику тоже по нему нормально не померяешь, потому что все рассеивается, перемешивается, это эдакий, знаете, гибрид Китчака, его вот этой, так называемой, спонж конструкции, губки, и АЕС-овских блоков, которые, там, замена, перестановка, замена, перестановка, в общем, все это вместе работает достаточно эффективно, и сам Посейдон, он сейчас в снарках, прям, самый главный, пожалуй, алгоритм, вот, потому что он, секьюрный, одновременно, и в то же время, легенький, то, что все это всплывает, эта штука, постоянно, не помню, у меня есть здесь Посейдон, по-моему, вот, втором, там, репозиторий, он есть, вот, ну, может, тоже с ним поэкспериментировать, циркюты будут такие же простые, как и с, там, Педерсоном, с МЦ, как бы, то есть, это на страничку буквально, вот, сделать это довольно несложно, ну, и сейчас есть, да, несколько других, прям, перспективных, очень, алгоритмов, и за ними тоже стоит наблюдать, если вы работаете в этой штуке, возможно, они обойдут Посейдон по эффективности, вот, надо следить за их безопасностью, и, может быть, вы захотите именно их вкрутить, вот, значит, разобрались с хэшированием, теперь пойдемте, давайте, уже смотреть, как устроен, как устроены конкретные проекты, я здесь начал, как бы, с Торнадо, чтобы сразу, не знаю, там, зацепить читателей, только потом, на самом деле, выяснилось, что Торнадо, он родился, из проекта Симафор, ну, во многом был, как бы, им вдохновлен, они похожи, как бы, но начнем с Торнадо, потому что, всем хочется знать, как устроен Торнадо Кэш, значит, что такое Торнадо Кэш, есть у нас, смарт-контракт, внутри этого смарт-контракта, строится, я пока, как бы, один из строительных блоков, как бы, строится Меркл-дерево, по-моему, на Педерсон хэшах, и, когда пользователь заносит, в этот контракт, ну, например, один эфир, то есть, это фиксированная просто сумма, то есть, нет там никаких, как бы, произвольных депозитов, просто, значит, что-то человек положил, как бы, и потом он хочет его вывести, так, чтобы его нельзя было связать, вот с этим вот депозитом, то есть, вот здесь вот, связи не должна быть, он добавляет листик в это дерево, причем, он его довольно, он его добавляет в открытую, здесь никаких, как бы, по-моему, Zero, ноутшпруфов нету, то есть, он просто добавляет в это дерево, добавляет, как бы, доказательства того, что он в это дерево добавился, дерево обновляется, значит, у него становится новый рут, вот, и, соответственно, информация, сейчас, секунду, прошу прощения, так, меняюсь, и информация о том, что он добавился сюда, она продолжает, ну, таким образом, как бы он сюда добавил, а самое важное, наверное, происходит вот здесь, вот, сейчас, прям, секунду, да, продолжаем, и в этот момент, ну, сам, как бы, пруф, он происходит вот в этот момент, то есть, когда человек хочет вывести отсюда, что он делает, он выдает доказательства того, что он есть вот в этом вот меркл дереве, что он в каком-то из этих листочков присутствует, в каком он не говорит, то есть, этот пруф не раскрывает, как бы, какому конкретно из этих листов, как бы, пользователь привязался, при этом он добавляет еще информацию, который не позволит ему этот пруф перепроиграть второй раз, то есть, который не даст этому пруфу второй раз сработать, то есть, он вычеркивает, как бы, какой-то неизвестный, какой-то неизвестный листик, но какой из этих листиков вычеркнут, неизвестно, и поэтому архитектура проекта, она довольно простая, само меркл дерево, оно не меняется, то есть, в нем никакого удаления не происходит, ничего, оно только на аппент работает, только на добавление, исключительно, и, то есть, люди просто добавляют, как бы, добавляют сюда листы, а потом, когда выходят, они просто доказывают, я где-то вот в этом дереве есть, то есть, я положил когда-то одну эфирку, вместе с информацией о том, что они это делают именно один раз, то есть, второй раз они уже, как бы, такой пруф не смогут предоставить, не смогут предоставить пруфы для других, для других листов, значит, как это сделано, да, еще, да, еще, как бы, такой важный кусок, что сам вот этот листик, он состоит, там, это, 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 на самом деле, хэш от секрета, и там, специального, переменной nullifier, вот, вот этот nullifier, короче, вот здесь вот уже, публикуется, вот в этот вот момент, и второй раз он использован, не может быть, а сам секрет, конечно, не раскрывается никогда, таким образом, идентифицировать, к какому из этих листов, как бы, относится, доказательство, которое тоже является, приватными данными, то есть, мы здесь, внутри, внутри пруфа, у нас есть, приватный путь по дереву, типа, я знаю такой секрет, который, если схэшировать его, вместе с nullifier, то получится, какой-то листик, из этого дерева, которому я, при помощи, вот этого меркл пруфа, могу дойти до рута, ну, так, если прям, совсем, как бы, так, словами пытаться, этот пруф, как бы, расписать, вот, поехали, посмотрим, как это все сделано, в, уже, в коде, надо, не надо, тут, на самом деле, все достаточно хорошо, в торнадо, читать, реально, не сложно, здесь, наверное, интересное, это почитать, просто, торнадо-тест, там, все это, как бы, работает, вот, создается, приимыч, то есть, это, вот, наш, как раз, листик, в нашем дереве, и, он создается, из двух частей, нулифайера, и секрета, то есть, нулифайер, тоже, кстати, понятие такое, я его встречал, во многих, проектах, то есть, да, это данные, которые потом, как бы, позволят, занулить, или, там, сбросить, какой-то элемент, из списка, вот, ну, а секрета, он у себя, как бы, он у себя прячет, и, как видите, делается, Pedersen hash, вот, вот, этого, вот, приимиджа, еще раз, обращаю ваше внимание, будьте внимательны, как бы, вот здесь, вот, с генерацией, как бы, вот этих штук, вот, то есть, если можно, как бы, кормить, как бы, туда, хэши больше битности, как бы, то можно попробовать, подобрать, коллизи, второй раз, так, далее, поехали, дальше, он отправляет, один эфир в контракт, здесь у нас, контракт, депозит, можно посмотреть, там какой-нибудь, где-то у нас, эта функция, депозит, вот, она, в общем-то, простая, как бы, так, ну, вот, здесь, наверное, с токенами, а, это ERC-20, торнадо, наверное, нам, или ТХ-торнадо, вот, попроще, то есть, депозит, как видите, совершенно, вообще, ничего не делает, просто съел, как бы, просто съел, один эфир, и вот, у нас, самый главный, депозит, вот, взяли, commitment, индекс, тоже, довольно, как бы, важные кусочки, раз мы поговорим, про меркл-дерево, так, где там еще, так, я лучше по статье, тогда пойду, да, и, commitment добавляется в меркл-дерево, вот оно, как бы, вот это меркл-дерево, значит, чем интересно, меркл-дерево, которое сделано в торнадо, и сделанного, тоже, как бы, во многих проектах, в том числе, как бы, и в Симафаре, это дерево, которое, оно, append-only, то есть, в него можно только добавлять, у него нету доказательств, так называемых, ну, у него есть, как бы, inclusion, proof, доказательства, у него нету, exclusion, proof, то есть, то, что я выпилил, как бы, занулил, там, какой-то из листочков, то есть, оно такое, наиболее, как бы, простое, и еще, у этих деревьев, интересный, такой, дизайн, значит, вы, когда добавляете туда, новый, элемент, это дерево, запоминает, как бы, элемент, с каким номером, вы добавляете, например, вот это с индексом 0, потом добавляется, вот этот листик, потом добавляются, вот эти, вот, листики, сейчас, если, если, не помню, ну, если, помню, или вот сюда, как бы, добавляются, то есть, они добавляются, можно сказать, вот так вот, как бы слева направо там 0 1 2 3 4 5 это дерево строится так чтобы вот эта вот часть правая часть максимально этого дерева это все были но везде были как бы нули то есть была как бы вторая часть дерева она была как бы наполнена нулями это вариация на тему так называемых спарс меркл 3 это такие районов сказать спарс как бы рассеянный что ли как бы меркл деревья то есть их основная идея что там от нуля там до 2 ну пускай там в 256 в этом дереве листов находится и во всех листах находится нолики а вот в том месте где как бы ваш хэш находится где ваше значение здесь стоит ну там единичка там или как короче какое-нибудь значение а везде вот здесь вот как бы нолики и таким образом вы исключение из этого списка доказательства вы делаете доказывает то что на нужном месте то есть вы можете доказать что мой хэш не находится в этом списке доказывать тем что здесь находится нолик можете доказать что мой хэш находится в этом списке доказав что вот в этом листочке находится единичка а из-за того что здесь 0 0 здесь там но там хэш от нуля нуля и там дальше хэш от нуля 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 то вот эта вот часть с ноликами она может быть предвы предвычеслена то есть мы заранее знаем хэш и нулей и поэтому можно их захардкодить и добавлять в это дерево как бы вот так вот как без точки по одному но для того чтобы использовать такие доказательства нам нужно соответственно еще где-то хранить там индексы то есть там на какой позиции мы находимся этого индекса какая часть этого дерева она нулевая это сильно облегчает процессы и в торнадо как раз использую такое вот дерево с таким последовательным добавлением они еще довольно небольшого размера все это там еще обвешано такой логикой то что дерево как только она переполняется начинал появляется как бы следующее дерево опять новенько начинает строиться потом как бы еще следующая и вот так вот они как бы циклические эти деревья как бы добавляются 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 для того чтобы размеры были у них маленькие для того чтобы пруфы были очень очень легкими в этих деревьев количество хэшей чтобы было небольшое количество уровней и вы тоже можете такую историю неохота забегать вперед статьи сейчас да еще немножко как бы про вот эти вот деревья то есть если вам надо построить опять протокол на каких-нибудь там сет мембершип то есть вам надо доказывать что человек находится в списке вы построили свой circuit решили что в моем дереве будет там не знаю 2 в 32 элементов там 4 миллиарда например то вы понимаете что вам придется пруф и предоставлять размером в 32 х и ша и вы делаете circuit он вам делает 32 хэширование вы понимаете что что-то прям тяжеловато как это получается 32 хочу сделать поменьше дерево это понятно что уже там совсем небольшое количество элементов но вроде как бы как работает работает прувер мне хочется так сделать и в этом случае вы можете сделать также как поступили торнадовцы то есть у вас заполнилось одно дерево вы как бы переместились на другое просто в контракте трекаете что это было было в 1 это было в 2 это было в 3 то есть трекайте здесь номер дерева откуда берутся данные вот этих меркл деревьев то есть я когда доказываю как мне достать пруф это меркл дерево я же должен его на своем компьютере по сути это дерево получить здесь это сделано так что вы просто берете эфирную ноду обращаетесь к ней и вот этот контракт каждый раз когда в него добавляется листочек он делает ивент которым говорит там типа в такой-то контракт такое-то дерево значит под таким-то номером то есть там не знаю в 2 я добавил листочек вот и когда вам надо будет потом через там год короче отсюда там достать свой депозит то можно просто пробежаться по всем вот этим вот ивентом отфильтровать их значит получить соответственно значение всех листов и построить на них меркл дерево а учитывая то что они небольшие то у вас это займет очень быстро там будет работать очень-очень быстро потому что если вы сделаете дерево там кого-то огромного размера то вы пока соберете все ивенты пока вы на своем компьютере вы построите это будет очень-очень долго там несколько лет назад гоняли с меркл деревьями современными хешами ну в общем там дерево с одним ну порядка миллиона элементов она в браузере для него меркл пруф и само дерево строю строилась у нас по моему 16 секунд где-то так то есть это уже не приятно пользователю то есть ужасно от секунд он сидеть как бы ждать или как там дымится как бы компьютер у него процессор общем это достаточно уже серьезная история вот так что вы можете использовать такой трюк окей поехали дальше так ну очень депозит на самом деле не очень интересно ну и как я сказал да значит как происходит само доказательство того что я в это дерево добавился соответственно у меня есть 0 и fire публичная я его сейчас опубликую это вот эта вот половинка значения в дереве с обратно вернусь к этому деревьев к этому дереву покрупнее рисовать вот я чё там то то там вот я добавил сюда как бы хэш от от 0 и фаера и секрета вот у меня здесь как бы вместе они зашиты как я доказываю что я сюда попал у меня есть понятно что мой есть circuit которым я буду доказывать что у него во входах как бы импута значит сначала публичная часть публичная часть это конечно root то есть вот это вот вот этот кусочек публичная часть это nullifier то есть вот это я тоже как бы показываю nullifier говорю что я вот такой вот как бы использовал заметьте что определить по nullifier у какой конкретно лист я добавлял нельзя потому что никто не знает секрет никто не может прохэшировать ничего не получится узнать затем несколько финансовых параметров рилейр рэсипиент фи рефант то есть это уже бизнес логике относится там типа кому заплатить кому там какой фи и так далее и так далее это не очень интересно но про него про них тоже будет речь ну какая-то не знаю я напишу там бизнес каким параметры вот самое интересное вот здесь происходит в приватной части то есть вот это вы как раз никому не показываете в этот цирк это что вот то что вы отправляете тоже как бы еще один nullifier вот мы еще разу а сейчас публичный nullifier хэш да отправляется за что я не попутал сам nullifier секрет конечно обязательно далее merkel путь и меркл доказательства меркл доказательства она здесь для вот этого нашего меркл дерево хитрого такого оптимизированного оно состоит из двух частей это массив хэшей и массив массив индексов посмотрите на имплементацию поймете зачем как бы нужны вот эти индексы и вот этот меркл пруф пруф это все как бы заруливается внутрь сиркута и он в эти пути не окей в результате то есть просто нам выдает к 1 1 бит окей или нет все это все это генерируется вот здесь вот наш этот пруф так ну вот здесь генерейт битнесин пруф это то что мы с вами смотрели в сиркоме то есть есть на страничке web assembly который с вашими секретными данными он как раз как бы сделает витнес и сделает пруф вот затем все это превращается в solid input и отправляется в контракт контракт вот здесь вот это все проверяется выбрал тоже не сложно так сейчас где-то кусочек да значит сам контракт ну отправляется здесь имеется ввиду это в тесте вызывается функция withdraw а в контракте проверяется сначала что не был этот нулев до этого использован вот nullifier hashes для этого используется то есть проверять что вот этот вот nullifier hash он еще он еще не был использован если вы его использовали то все как бы нельзя а внутри сиркета мы просто докажем что мы предоставили такой nullifier который соответствует вот этому nullifier хэшу то есть одним хэшированием можем доказать что эти то что мы не какой-то левак сюда подсунули а именно вот этот хэш и второй раз мы его использовать уже не сможем вот дальше там всякая история с рутами они тут циклических раз меняются дальше происходит проверка пруфа где она там у нас вот verify proof и ну то есть как видите верификация пруфа вот здесь вот эта функция но она по сути может быть вообще пьюр функция не знаю на каком здесь стейту как бы обращаясь здесь просто такая математика которую опять же сирком за вас сгенерирует сам вот там куча каких-то констант какой-то там математики значит каких-то операций как бы но по сути сам вот этот контракт верификатора он вообще как бы ну то есть константный и он generated то есть вам какой вы не возьмите там фреймворк который этим занимается они все как бы умеют вам верификаторы генерировать то есть те которые будут эти пруфы верифицируют возвращает он понятно что да нет как правильно у нас же все таки как бы zk вот поэтому ничего другого верификатор возвращать не может вот ну и дальше соответственно все как бы можно сделать можно сделать nullifier теперь давайте посмотрим на сам circuit торнадо ский вот он такой вот как видите как бы это просто один темплейт как бы withdraw не сильно страшный вот вот все наши входные сигналы root nullifier relayer refund есть приватные наши nullifier secret как бы FAT элемент есть хешер здесь вот который как раз занимается хешированием здесь здесь Pedersen как раз используется вот есть дерево Merkle 3 сейчас у меня наверняка где-то здесь вот по-моему что-то а ну да как бы говорил то есть вам понадобится столько хешированием хеширование сколько высота дерева вот она вот здесь вот как бы работает вот далее и то есть вы это в принципе уже можете брать там не знаю с готовых лип Merkle доказательства нужны всем здесь практически какой вообще проект вы не возьмете в ЗК как бы там Merkle пруфы будут в общем то вообще везде они там во всех во всех докладах во всех дизайнах практически есть так что поэтому уже много чего сделано вот так так все вроде 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 показал ну то есть ничего сильно такого страшного как бы достаточно просто как бы никакого космоса там нету как бы этим торнадо крут то есть он он прост и надежен дальше у нас есть такой непонятный кусочек вот здесь вот вот здесь вот про рецепиент фири лэйр и так далее и это то это важная штука с точки зрения безопасности смотрите у нас мы в качестве инпутов скормили там что-то кому эти деньги вывести на какой адрес там что-то какой фи заплатить там кому и так далее то есть в общем то грубо говоря если я имею пруф того что я нахожусь в Merkle дереве то продемонстрировав его продемонстрировав его вот это сиркому я могу его технически вывести на любой адрес то есть сказать да как бы хочу вывести и вытащить как бы на любой адрес но если в этом пруфе не будет значений куда и какую ну куда на какой адрес я хочу вывести то у меня с компьютера на фронте если меня кто-то затроянет кто-то может украсть именно просто сам пруф вот этот вот и сказать короче говоря пруф вот корректно есть как бы а вывести я хочу на другой адрес то есть позволяет такой на клиентской стороне проводить атаки воровать как бы вот эти вот пруфы и здесь это вот эти вот параметры финансов они обязательно засовываются в circuit то есть для того чтобы они тоже были включены внутрь доказательства над ними не происходит никаких над ними не происходит никаких действий то есть потому что мы отсюда в паблик дописали там не знаю recipient то есть куда получить куда получить штуки и на выходе у нас ну это прям сигнал тут прям насквозь вот так вот прошил как бы весь circuit ну и выше ну и на выходе ну recipient ну и все как бы больше ничего и если я возьму пруф и подсуну в него другого recipient то он у меня тоже сработает вот чтобы это исключить эти данные тоже добавляются в сигналы вот сюда как бы в публичный то есть вот сюда добавляются а внутри в конце circuit делается constraint в этих вот местах то есть здесь проверяется что финальный получатель равняется вот этому input получателю то есть просто всего то на все просто проверяется что никто не подсунул recipient как бы но никто не подсунул recipient не соответствующий тому что был при генерации пруфа для этого здесь сделана такая вот хитрая история они возводятся в квадрат для того чтобы оптимизатор не выкинул вот эти вот gate и вот эти вот constraints при генерации circuit потому что если там не будет умножений то он может как бы их просто там просто скипнуть то есть не генерировать эти constraints при определенных условиях и поэтому здесь было сделано так то есть они просто возводятся в квадрат и проверяется то что квадрат recipient равен как бы ну получен именно как бы из recipient которые были переданы вот здесь вот таким образом этот circuit железно прибивает гвоздями вот эти вот данные которые нужно пропустить сквозь approving вы такую технику можете использовать если вы в proof специально добавляете данные которые должны быть в него включены и ни в коем случае не должны быть изменены то есть это и это одновременно место для аудита вот этих вот приложений потому что и оно такое довольно сложное потому что с клиентской стороны в proof там не добавили я не знаю например получателя и в теории можно украсть этот proof и поставить какого угодно получателя и он там сработает и деньги уйдут не туда поэтому это тоже еще один такой момент при ЗК аудитах не пропущены ли под чисто по бизнес логике как бы в proof не добавлен какой-то критический параметр который необходимо туда включить то есть это тоже важный такой кусочек вот так так здесь как раз описывается для чего это сделано возможно сейчас может быть этот кусок уже даже где-то там стал не актуален вот но как бы торнадо было сделано так так да соответственно здесь где-то ну да generate merkle proof да то есть как я и сказал как бы просто берется все ивенты под названием депозит в нужном контракте они там фильтруются достаются оттуда значения которые были добавлены из них строится merkle дерево из них генерируется как раз merkle доказательства тоже удобно то есть если у вас вопрос в вашем проекте вот я сделал set membership у меня есть списки я туда у меня есть inclusion и exclusion где хранить данные вот этого merkle дерева что мы там backend поднимать или еще что-то ну то есть на коленке вы можете это сделать именно вот так вот то есть прям пользователь пусть обращается к ноде пусть сам как бы качает ивенты пусть сам у себя строит это merkle дерево и как бы сам по нему строит вот но по-хорошему вы можете ему и помочь с backend во-первых вы можете ему отдать данные все по данному меркл дерево вот вы можете там что-нибудь за него даже посчитать потому что в отличие от всех остальных там сервисов да вот эта вот история она trustless то есть вы можете за пользователя посчитать не знаю там proof какой-нибудь если он вам даст как бы секретные данные либо за него предпочитать как минимум меркл дерево ему подготовить отдать в удобном варианте вот так это про номер тут дерево так ну да ну и видно что вообще в таком виде как бы торнадо ну то есть ну конечно может деньгам имеет отношение но по сути это могла мог быть я не знаю там сервис по продаже билетов или там ну все что угодно как бы просто просто онлайн по списке с доказательством присутствия у них вот ну вот случился торнадо окей далее как бы семафор семафор из которого все это дело выросло так интересно что это такое VPN странно ладно так 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 посмотрим гитхаб то пока жив значит вообще это это проект который посвящен голосованию в группах вот и работает он очень очень похоже на торнадо это вот здесь такой набор это тоже меркл дерево в котором вот это все это юзеры здесь там их адреса находятся там по моему то ли эфириумные то ли там подготовленные со снарк френдли как бы всякими штуками и здесь есть процедура голосования вот причем само голосование оно здесь не закрыто то есть пользователь может сказать как бы я как в торнадо типа я проголосовал yes вот этот yes как бы просумировался но я вам не скажу кто я я вот кто-то один из этих вот ребят и второй раз я проголосовать не смогу но я вам скажу как бы что я за вот то есть сами голоса не прячутся поэтому их можно спокойно перепроверять считать но не раскрывается айдентити того кто голосовал вот ну это вообще как бы вопросы вопрос голосования секьюрного криптографического он ну как он никем пока что еще не решен как бы целиком потому что есть куча проблем с этим голосованием везде где-то надо чем-то жертвовать чтобы хотя бы приблизиться к идеальному голосованию где не голосов не видно нельзя связать там голоса с голосующим при этом есть проверяемость результатов и так далее то есть это задача прям офигенно сложная им занимается как раз вот третий как бы проект который здесь рассмотрено Арагон как бы эту штуку делал делал и первый раз сейчас по-моему делает уже вторую заменил вообще дизайн целиком вот одна из историй здесь это как раз семафор здесь контракт сложнее но в основном это менеджмент разных групп там добавить как бы мемберов а интересные в нем наверное ну верифай пруф да можете тоже посмотреть где там семафор верифай я хотел вам просто показать что как бы здесь верификация кругов такая же типа как pure просто функция с кучей констант как бы без особых проблем вот и здесь тоже используется инкрементальное вот это вот меркл дерево и оно довольно удобное здесь я здесь ссылку даю на джаваскриптовый пакетик вот он очень удобный то есть вы можете спокойно как бы его использовать а фишка этого дерева то что вы можете в нем использовать разные функции хеширования и это вам возможно пригодится то есть вы там крутите разные хеш функции у себя в сирквите и вам чтобы на клиенте поменять логику на вашем там веб-сайте или не знаю на хакатоне вы там гоняете у вас все никак как бы не пробуется потому что очень тяжело вы можете поменять вот здесь вот хеширование не знаю поигрались с посейдоном тяжело получилось вернулись к мин c с малым количеством раундов то есть все это можно как раз вот здесь вот запилить вот сейчас как бы да здесь используется именно посейдон так что можно достаточно ну можно использовать вот эту вот имплементацию которая в семафоре это будет достаточно секьюрно значит еще одна история про меркл деревья продолжая это так называемое арити такая вот интересная статейка чуть такое арити мы с вами строили деревья у которых у одной ноды два сыночка вот у каждой ноды всего лишь два как бы такой аналог бинарных бинарных деревьев вот у таких нод у них арити равняется 2 то есть сколько сколько детей как бы у каждой ноды но в принципе можно строить деревья у которых там будет там не знаю пять детишек вот можем такие как бы структуры у этого пять у этого пять у этого пять и это иногда тоже имеет смысл потому что так можно сэкономить на констрейнтах то есть если где-то здесь сейчас посмотреть там в конце да вот здесь вот они сейчас вот здесь ну пока можно сэкономить очень здорово на констрейнтах и заплатив за это можно сказать как бы газом то есть или заплатив вычислениями на стороне пользователя то есть если ну вы можете сделать более эффективный circuit который будет меньше потреблять констрейнтов на проверку то есть у которого проверка будет занимать меньше потому что высота дерева будет меньше вот и за счет этого сэкономить на размере circuit но придется вам соответственно добавить много вычислений на клиентскую часть или там на смарт-контракт который добавляет этот меркл дерево потому что вам теперь на каждом узле надо будет сделать не два хаширования а пять но это тоже помогает с оптимизировать поэтому имейте в виду это этот параметр тоже можно покрутить то есть если вы будете там что-то оптимизировать и у вас меркл дерево ну не лезет еще одна история куда можно посмотреть это на вот эту арите вот возможно как бы для вашего кейса подойдет какое-нибудь небинарное дерево а квинарное тренарное или фига знаю как еще там называется вот так это как раз статья ну и тоже если посмотреть на семафорный circuit как же без circuit как бы куда то становится все тоже похоже на торнадо тоже есть nullifier у нас есть тоже те же самые меркл меркл доказательства вот тоже здесь есть там меркл проверка проверка inclusion proof тоже она занимает n-level n-хеширование вот тоже есть как бы сам вот этот сигнал это сигнал типа голос голосующего там или сигнал как бы и он тоже засунут внутри пруфа тоже из тех же security ну как бы мысли которые были у торнадо вот так что рекомендую обязательно эти проекты посмотреть покликать как бы и посмотреть и посмотреть это уже вам позволит как минимум делать проекты с set membership со всякими там списками в которые добавился удалился и это уже вполне достаточно на серкоме это все вообще прекрасно делается далее эллиптические кривые значит мы используем у нас в в эфире в биткоине и кп 256 к1 эллиптическая кривая ну вот собственно как раз ее там уравнение какое-то специальное как бы заточенное под безопасность напоминаю напоминаю что у нас это да такое вот кольцо по сути в котором ограниченное количество точек и вот мы по ним бегаем каждый раз при помощи точки которая называется генератор как бы здесь там два генератора три генератора четыре генератора мы как бы вот так относимся по этому кольцу вот если и ситуация здесь точно такая же ситуация здесь точно такая же как и с кичаком то есть если просто взять вот такой вот взять такой circuit называется eth адрес и самая простая задача про которую мы с вами говорили в начале это приватный ключ приватный ключ публичный ключ просто перевести то есть на эллиптической кривой это у нас как раз операции с точками большое количество умножений различных вот и можно посмотреть как это сделано и мы увидим что это прям довольно больно реализуется вот например как это в сиркоме как бы это сделано то есть мы видим опять наши эти страшные битовые операции вот туда-сюда надо нам обязательно и здесь битовые операции тоже там раскладывание на большое количество сигналов здесь в общем сам по себе как видите очень-очень большой большой темплейт много-много-много всего а для того чтобы ну а по-хорошему нам-то конечно для эфира для верификации разных эфирных штук нужно еще в адрес перевести етх адрес то есть здесь у нас умножение большое количество на эллиптических кривых а здесь у нас еще и кичак прибежал еще добавил для того чтобы публичный ключ в эфир и то есть таким образом доказать то что я владею каким-то там приватным ключом то что я владелец вот этого адреса в ZK это уже получается довольно сложно здесь у меня это померено здесь это стоит 247 тысяч констрейнтов то есть это уже довольно серьезная как бы история витнес пруф создания то есть уже там где-то десятки секунд 200 мегабайтный ключ для доказывания это в общем для одного адреса то есть это уже серьезная такая штука а если мы говорим но и это только как бы доказательства private key to public key а есть еще более сложные операции сейчас я тут посмотрю так ну вот да здесь статейка как бы приведена как это все сделано то есть тут довольно много всяких бенчмарков то есть в общем все как бы плохо вот то есть здесь вон генерация пулинг тайм там уже там несколько минут вот радует нас только вот эта вот штука конечно больше всего потому что мы помним да что у нас при этом правильном выборе прулинг системы если мы используем ту которая умеет как gross 16 завод единицы проверять то неважно сколько мы здесь хоть неделю как бы скрипели проверим все равно как бы за вот такое вот небольшое время вот помимо помимо собственно просто доказательства владения владения адреса сейчас еще немножко про это то есть почему важно опять читать статьи про эту штуку потому что вы сейчас можете считать что она у вас не поехала а вот здесь если посмотреть там на коммит вот в это в этот репозитарий то там буквально один коммит и вот у них 416 тысяч превратилось в 247 то есть они так здорово заоптимайзили все это добро и еще не факт что как бы не заоптимайзит дальше потому что они могут внутри под капотом свою прулинг систему оптимизировать и может быть еще как бы получится еще лучше и еще лучше и поэтому возможно то что вы раньше считали невозможным но стало возможным там в какой-нибудь другой прулинг системе поэтому довольно важно как бы за этим следить читать по крайней мере там чатики как бы и всякие новости которые там произошли вот это полезно и вторая часть это проверка электронной подписи это еще хуже чем то что я описал то есть если мы вот это вот здесь вот доказывали там путем не самых как бы сложных операций то например нам нужен какой-нибудь там circuit что я какое-то значение туда передал в приватном как бы виде я передал электронную подпись там показал ее сюда и он мне говорит типа окей или не окей то есть что я подписал приватным ключом как бы поставил электронную подпись ну там подал там не знаю приватный адрес короче там подпись или там или передал публичный адрес как бы и что он соответствует вот этой вот электронной подписи дело в том что установка электронной подписи это ситуация еще хуже чем private to public если он простой как бы то установка электронной подписи она довольно сложная здесь еще есть какие-то там обратная операция вот в общем здесь куча математики внутри сильно больше вот и если и если попробовать еще и доказать как бы какую-нибудь какую-нибудь электронную подпись то это прям совсем дорого там по-моему миллионы уже какие-то там констрейнтов то есть все-все-все плохо как бы еще и добавок еще хуширование конечно там на шее сидит кичаковская вот так что это можно сказать вообще как бы не работает напрямую поэтому как из этого выходят алгоритмы ну вот нужно им обязательно вот это все-таки как бы доказывать хоть какие-то там адреса доказывать то что я сумел поставить электронную подпись они на самом деле делают контракты отдельные регистрия куда пользователи регистрируются и у него здесь его етх адрес там да у которого подготовил там кичак у которого там сека п вот это 256.1 а сюда они пишут адреса тоже электр ну они генерируют еще одну пару ключей и здесь уже находятся какие-нибудь примитивы уже снарк френдли каком-нибудь там немце и какая-нибудь бэйби джуб джуб про который сейчас поговорим электрическая кривая и у него здесь получается один адрес а здесь у него получается второй адрес и работают в ЗК они исключительно вот этими адресами то есть все все контракты как бы которые с этим работают они соответственно лазят сюда вот в эту табличку в этой регистрии получают соответствие и оперируют в первую очередь вот этими адресами которые снарк френдли ну приходится так как бы пока потому что без этого никак не работает то есть во всех этих проектах есть такие вот маппинги это выглядит типа как регистрация наверное там пользователя вот еще есть проблема где хранить эти приватные ключи так что переход к снаркам он будет достаточно больным значит есть такая вот бэйби джаб джаб кривая предложенная значит чем она крута крута она тем что у нее она относится к определенному виду определенному виду эллиптических кривых в которых есть некоторые как бы такие математические свойства которые позволяют то что все кп сделано дорого сделать сильно дешевле потому что например потому что например как бы сложение двух точек на эллиптической кривой и умножение точки на два то есть само собой например на сека п 256к 1 это разные операции и довольно довольно дорогие а вот в том же самом бэйби джаб джаб они они работают как видите они прям сильно проще во первых все во вторых вот это дублирование точек оно сделано очень просто прямо через сложение то есть точно так же и вот таких вот оптимизации здесь много и она получается так же как и наши мемцы и педерсоны получать прям сильно сильно дешевле то есть там реально реально несложное небольшое количество констрейнтов получается и вот как раз эту кривую можно спокойно использовать конечно она не является там столь не знаю там проверенной ну как и мемцы как бы и педерсон не считается столь же секьюрными как те которые используются в крипте но зато их можно использовать в снарках поэтому то есть относиться к этому надо довольно да так с опаской ну да кстати вот здесь пример как это выглядит в СЕКП то есть сложение двух разных точек то есть уже видно тут уже прям очень-очень много как бы всего куча всяких разных гейтов куча разных сигналов и дубликаты происходят тоже другим способом а для нас любое дублирование ну любое здесь любой отдельный какой-то как бы отдельный circuit который сделан это вот еще вот столько вот констрейнтов то есть здесь до ка еще ка еще ка еще два ка как бы констрейнтов еще в этой ветке как бы здесь везде как бы ка констрейнтов ну в смысле там шесть умножить на ка шесть на ка то есть это все очень-очень дорого вот поэтому снарк-френдли алгоритмы они здесь в общем-то всем рулят и если посмотреть даже под капоты всех таких решений которые сейчас типа ЗК и на которые L2 проекты которые упаковывают там тысячи транзакций то есть они все на самом деле под капотом работают вот на снарк-френдли алгоритмах потому что напрямую затащить по-честному то что используют используются там в биткоине эфире это не представляется возможным ничего работать не будет очень будет медленно вот но вообще так сейчас смотришь когда видео и очень много людей говорит что это супер похоже на то как развивалась криптография я на прошлой лекции говорил да там тот же самый RSA был совершенно вообще невозможен там не знаю там 20-30 лет назад просто комп бы там день гудел чтобы там буквально там пару чисел перемножить такой битности а сейчас нормально вон даже телефоны все делают и здесь история такая же все ускоряется создаются новые системы более оптимизированные под процессоры более того могу сказать даже создается железо специальное под закупрувинг уже потихонечку как бы и возможно мы увидим скоро не знаю асики какие-нибудь которые майнинг закупрувы как бы вполне себе возможно вот дальше третья история вот здесь вот в статье которая приведена это как раз голосование ЗК и на самом деле проектом потихонечку он сейчас по-моему свернут он просто перешел как бы в другую версию потому что видимо дизайн разросся настолько что ребята решили его просто переделать но тем не менее здесь есть много разных статей вокруг него много чего они там презентовали и здесь много таких полезных мыслей значит про голосование мне мне хотелось бы да до вас довести то что ну то есть кто бы вам что как бы не говорил скорее всего как бы сто процентов секьюренного криптографического голосования пока не существует вообще то есть везде есть хотя бы сайт какие-то проблемы там я не знаю там идентификации голоса там я не знаю там либо голоса открытые пользователи скрытые либо пользователи открытые либо ну то есть все это вместе как бы оно сочетается плохо а если сделать это одновременно то есть чтобы скрыт как бы пользователи голос то то появляется ну разве еще короче там пачка проблем здесь они их описывают то есть например у них довольно интересная здесь история связанная с тем что борьба с покупкой голосов то есть мне заплатили сто долларов за то чтобы я проголосовал да но потом то с меня как бы спросит proof доказательство того что я проголосовал то есть я взял 100 долларов пошел как бы потом возвращаюсь говорю я да проголосовал они говорят ну докажи а я конечно не хочу сдавать свой приватный ключ для того чтобы доказать что я проголосовал да я не хочу там не знаю ну ну делиться и они здесь пытались сделать как раз систему в которой Через некоторое время, после окончания голосования, становится невозможным доказать, как ты голосовал. То есть, в конце голосования происходит, сейчас я чуть-чуть вам поподробнее расскажу, происходят процедуры, когда те машины, или те, грубо говоря, наблюдатели, которые наблюдали за голосованием, они публикуют такую информацию, которая позволяет кому угодно доказать, что угодно. То есть, кому угодно доказать, что я проголосовал «да», или кому угодно сказать, что я проголосовал «нет». То есть, это делает бессмысленным такую покупку голосов, потому что доказательств того, что такое голосование прошло, его не будет. Как это сделано? Верхняя часть, она здесь похожа на семафор. Здесь тоже есть Меркл-доказательства, есть приватный ключ и проверка подписи. Вот мы уже видим этот кусочек, да, довольно тяжелый. Есть сам голос, он опять же в этой системе открыт. То есть, здесь опять не раскрывается identity, и раскрывается голос, который добавляется, потому что, ну, просто потому что, блин, подсчет голосов еще есть. То есть, чтобы эта процедура тоже была децентрализованной, чтобы никто не мог заблокировать, то надо, чтобы она была совершенно прозрачная. И вот, собственно, они решили, пусть голос будет открыт. Просто неизвестно, кто голосовал. Неизвестно, как бы, за какой адрес. Поэтому вот здесь вот такой кусочек, немножко на торнадо похожий, вместе с голосом. Тоже нулифайеры используются для того, чтобы повторное голосование убрать. И вот эта часть, как бы, их сиркута, она относится к именно голосованию. А затем, тут довольно интересная конструкция, про которую точно надо сказать, потому что она в дизайнах ЗК протоколов может быть вами использована. Смотрите, самый важный кусок здесь, это вот это вот OR. То есть, в конце концов, то есть, у меня есть такой набор сигналов, при помощи которых я могу сделать, чтобы вот здесь на выходе было true. Типа, все верно. Для этого я должен либо предоставить верную информацию о голосовании, то есть, либо я действительно честно проголосовал, либо у меня есть вот такая вот штука. Вообще, я не знаю, я не голосовал, я вообще ничего не знаю, как бы, у меня нет никаких данных, у меня есть только вот эти вот данные, как бы, и я их просто засовываю в пруф, как бы, и он мне возвращает true. И работает это при помощи логического OR. И идея их была такая, что голосование прошло, и вот эти данные, те ноды, которые собирают голосованием, голоса им тут пришлось построить, на самом деле, даже блокчейн, как бы, отдельный для вот этого голосования, потому что из-за всех вот этих вот историй, с BabyJabJab, как бы, со всеми snark-friendly, короче, фигнями, как бы, им пришлось для этого построить прям, по сути, отдельный блокчейн, как бы, который, как бы, на вот этой штуке работает, на вот этих пруфах. И тогда вот эти валидаторы голосования, они просто после голосования вскрывают свои приватные ключики, вот, сначала, как бы, все знают коммит-ключи, сейчас я вам увеличу, как бы, чуть побольше. Вот, сначала они, как бы, открывают свои коммит-ключи, а потом они к ним уже свои приватники вскрывают. Вот, и после того, как прошли, прошло голосование, вся вот эта инфа открыт, и кто угодно может сказать, «Я голосовал, да», как бы, или можно сказать, «Я голосовал, нет». То есть, что хочет, как бы, то и может сказать. И это по задумке должно, как бы, избавить от сговора, там, покупки голосов и так далее. То есть, кто угодно может сказать. Это вот тоже интересный такой философский кусочек, как бы, можете почитать. Тут, на самом деле, много довольно информации вокруг вот этих голосований это прям совсем непросто Сам Circuit вот он у них достаточно большой на самом деле здесь у них по большей части верхняя часть находится, то есть они вот эту часть вторую здесь по-моему не доделали и ушли в другой проект но тоже здесь используется Poseidon здесь тоже используется Merkle 3 и Merkle 3 здесь используется гораздо более прогрессивное чем то, которое мы с вами видели оно гораздо более большое там есть очень важные вещи такие как такие как inclusion proof exclusion proof то есть там можно доказать как бы exclusion и inclusion то есть оно более такое функциональное чем то, что мы видели на что еще как бы интересно здесь обратить внимание здесь если посмотреть внутрь Circuit сейчас дайте-ка я вот это все добро закрою мы увидим вот такой интересный кусочек Circuit то есть меньше чем let's echo then то есть это когда мы в коде нам нужно сказать что вот это вот число меньше там такого-то числа вещь достаточно важная потому что я напомню что мы складывая там или там перемножая как бы два числа в той вот нашей математике в полях получаем c и c может быть я не знаю там 33 а может быть вот такое вот число значит огромное которое генератором здесь перевалило как бы по модулю p стало огромным и это позволяет подделывать proof поэтому во многих каких-то местах в Circuit возможно вам надо будет проверить что c на самом деле там меньше я не знаю там 100 миллиардов если там деньги какие-нибудь или там может какую-нибудь константу и так далее то есть или там если вы вычитаете b и z то хотя бы проверить что типа разность она меньше чем а причем меньше в нашем случае означает именно бинарно меньше то есть у нас а, b и c это все типа нолики там единичка 0, 0, 0, 0, 0 и c у нас должно быть меньше там я не знаю чем а или b и вот это вот c меньше а на самом деле означает что что я сначала вот эти битики сравню потом вот эти битики сравню потом вот эти битики и так значит до тех пор как бы пока ну пока не получу расхождения ну или там с обратной стороны как бы начну вот и внутри вот этого less than eq у нас здесь как раз находятся находятся input и и опять все то же самое страшное вот это вот нам 2 бит вот ну потому что как бы да нам придется битики сравнивать и это дорого то есть мы как только это видим сразу у нас извините как бы n уже там не знаю 256 бит сразу 256 сигналов значит много-много-много всего как бы это прям все крайне неэффективно работает поэтому в ваших закоприложениях если вы что-то пробуете вы должны помнить что там даже сравнение больше-меньше оно стоит дорого вот равно стоит не очень дорого равно нулю равно константе как бы в общем-то там ну тоже как бы стоит как бы не так как в обычной программе а вот сравнение как бы больше-меньше это дорого вот если вы там в цикле делаете очень много таких штук как бы то это может привести к проблемам вот с этим очень много возится так дальше babyjabjab private key public key да тут как раз тоже для вас как бы все готово то есть просто подключаете готовые серкомовские темплейты вот вам пожалуйста как бы все все за вас сделали удобный посейдон вот который тоже двумя там двумя двумя сигналами как бы всего работает там входными как бы все очень просто вот дерево sparse merkle 3 verifier то есть тоже все как бы достаточно удобно сделано то есть сам не сказать что прям какой-то страшный как бы circuit но под ним конечно логики спрятано так нехило так тоже про sparse merkle 3 вот оно как раз smt процессор для вас сирком как раз сделал вот это sparse merkle 3 здесь описано как оно работает то есть передаете код операции update insert delete и за вас здесь как бы все сделали можно спокойно юзать и проверять как это работает вот так татататата ну и хеш 0 файера да тут все достаточно все достаточно просто так 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 ну в принципе все тут еще есть видео которое это описывает поэтому заканчивая Сейчас я еще Так Ну да, вроде да, по технической части Особо больше ничего нету В общем, подводя Итоги, значит Просто напрямую Затащить современные, как бы, куски Блокчейнов в ЗК-пруфы Пока что еще крайне дорого Вычислительно Работа над этим ведется, но есть и прям Фундаментальные ограничения Ну просто потому что Очень неудобно битовые операции Туда засовывать, как бы Нужны операции нативные для Эллиптических кривых, как бы, на которых И построен весь, вообще, вот этот вот Прувинг Это первая, как бы, мысль Вторая мысль, как бы, заключается в том, что Программирование всей вот этой вот Штуковины, это в первую очередь Такая очень серьезная И суровая оптимизация по констрейнтам То есть вы должны Как бы делать сервисы Ну, то есть, нет проблем построить Не знаю, огромный, как бы, сервис Просто вы никогда в жизни, как бы, его не запрубываете Вот Это второе, как бы Третье, это то, что есть Специфические проблемы У алгоритмов, которые там используются Там у Педерсона Вот эта вот проблема, там, с приимеджами Там у ММЦ надо, там, знать Там количество раундов Что они не такие криптостойкие Что там другая, как бы, битность То есть, на это тоже надо обращать внимание Значит, четвертое Это то, что Четвертое, это то, что В пруфы В ЗК-шные Зачастую нужно добавлять данные Которые, вроде бы, никакому Никакому прувингу не относятся Но они все равно должны присутствовать В пруфе для того, чтобы защищаться От клиент-сайт А так, это вот, как сделано в Торнадо Как бы, для рилейера и в семафоре И, то есть, надо не забывать Все-таки, как бы, если Какие-то у вас, прям, критичные данные Они в пруфе должны быть Хотя бы просто пробрасываться Ну, напрямую И обязательно, как бы, там присутствовать Чтобы ваш пруф нельзя было бы Использовать с какими-то другими Левыми данными Если его уперли каким-то образом Ну и последнее, наверное, да Что трушного голосования Как бы, пока человечество не изобрело Вот, ждем Может, трагоновцы, как бы, сделают Вот, все счастливы будут Вот, пожалуй, все На сегодня Спасибо, Сергей Криптография, конечно, прекрасна И очень интересно наблюдать За ее развитием Ну, да, снарки Это, прям, могу вам сказать Ну, я имею в виду снарки, старки И вообще просто прулинг-системы Это сейчас, вообще, топовая тема Не, даже не столько в разработке Сколько в разных универах То есть, если посмотреть на это ЗК-ленинг, как бы, на большое количество курсов То есть, для криптографов Это, прям, сейчас У криптографов своя революция Как бы, у ML-щиков это чат GPT, как бы, да А у криптографов это снарки Вот Этим много народ занимается А можно задать вопрос Про trusted setup? Ну, вот, про эти церемонии А вот есть разница между Ну, наверное, это можно назвать Классический trusted setup Который вот ZK Cash делал И вот между церемонией Которые, вот, проводили Совсем недавно, может, она, до сих пор идет Второй этап Это KZG Смонинг церемония Честно говоря, не знаю Это все зависит от Прувинг системы Видите, вот это вот Которое, то, что я показываю в Сиркоме Вот этот GROSS 16 Который, самая, такая, классическая Как бы, система Прувинг У нее есть, конечно, железобетонное преимущество Перед остальными Огромное, как бы Это верификация Константная То есть, это прям такое, как бы У нее Такая золотая, просто, ее фича То есть, можно там Закинуть, как бы, там Огромный просто Прувать неделями И, как бы, потом За, там, полсекунды проверить Но у нее есть Вот этот вот Трастед сетап Это сложная церемония И она, на самом деле Адски тяжелая Вам же апдейтить надо код Вам же нужно, как бы, проект Как бы, тащить И организовывать Вот этот тррастед сетап Между кучей компаний Это прям целая история Представляете, вам надо Срочно баг пофиксить А вам для этого надо Обойти, там, пять компаний Чтобы они еще в паблик Это написали Это все история, как бы, месяцами Это очень неудобно И на это очень много народу Жалуется Что там проходит сейчас Я просто, наверное, не очень в курсе Как бы, но Такие Есть куча сейчас Прувинг-систем Там какие-нибудь там Плонки, у которых нету Никакого тррастед сетапа Вот Это, по сути, наверное, как-то Старки Зазываются То есть, обновили код, короче Обновили, как бы, там, не знаю Там, прувер на гитхаб Как бы, зафигачили И оно все заработало Вот То есть, нету никакого Вот этого Вот этой лямбды Тау, которую нужно забыть Вот От этого сейчас избавляется Потому что это адски неудобно Ну, то есть, раньше для этого Например, призывали комьюнити Чтобы они Какой-то период времени Там Выделили на своем железе Свои мощности Для тррастед сетапа Сейчас вот Можно Не создавать сообщества И использовать полонки И все Да Да Но, я говорю Если вы будете Когда вы используете Другую прувер на систему Как бы Она может быть Не имеет тррастед сетапа Но у нее, например Верификация Не О от единицы То есть, у нее, например О от логарифм Н То есть, вы, как бы, получите Ну, как бы Вы получите Свои, там, снарки Старки Получите, как бы Отсутствие тррастед сетап Но у вас зато Верификатор будет Как бы Ну Тяжелее Сильно Либо тяжелее Либо зависеть от размера Входных данных Вот Ну, там От количества От серпита И так далее Здесь тоже такая Ну Нужно было Нужно балансировать Вот Такие Сложные вопросы Да С этими Трастед сетапами Я так понимаю Что используется Сейчас еще много Как бы Историй С рекурсивными Снарками То есть Которые Там Снарки Доказывают Что Как бы Верифицирован Еще какой-то Снарк И там Как раз Возможно Такая ситуация Что Вы За О от единицы Вот этим Самым Гросс 16 И Как бы Трастед сетапом Одним На долгие Годы Доказывайте Что Вы Верифицировали Какой-нибудь Плонковский Какой-нибудь Плонковский Прувер Который Уже Работает Не от единицы Как бы Работает Там О Скажем От Логарифм Вот И таким образом Вы И код Обновляете И Там Пруфы Делаете А Ну А Доказывайте Все время Как бы Что Вы Доказывайте Что Вы Проверили Пруф Вот так Вот То есть Пруваете Что Проверили Пруф Наверное Самая Хардовая Тема Ну Блин Я Даже Не знаю Как Про нее Рассказывать Потому Что Это Ты Читаешь Там Предложение И Задумываешь Потом Следующее Предложение Опять Задумываешь В общем Не Просто Понятно Вот Но 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 Я Говорю Я Всем Кто Поиграться Хочет Как бы Я Прям Сильно Рекомендую Прям Именно Для Каких Нибудь Там Хакатонов Вообще Шикарно И Прости Чете Че Там Под Капотом И Все Там Сделано Можно Фронтенд Озадачить Короче И Небольшой Хорошенький Проектик Сделать Вот Это Интересно Ну да Тем более Пока Еще Не надо Вот Как раз Того Оборудования Про Которое Вы Раньше Вы Упоминали То Что Собирается Сейчас Специально Для Всех Этих Вычислений Интересно Да Ну И Область Тоже Применение Она Тоже Такая Как бы Все Таки Не так Много Где Как бы Можно Применять Пока Что На таких Скоростях Маленьких Вот Этот Прувинг Потому Что Главная Здесь Наверное Засада То Что Надо Выбрать Такую Задачу Где Вот Этот Доказ Сам Прувинг Он Будет Очень Ценным Потому Что Если Вы Вычисляете Простите Меня Что За Одну Секунду А Потом Вычисляете Где-то Что То За Полчаса Результат Получается Тоже Самый Но Зато Вы С Пруфом Который Можно Проверить То Может Вместо Этого Эту Штуку Можно Заменить На То Что Раздать Вашу Задачу На Пять Компьютеров И Если Три Согласятся То Просто Собрать Результат Вот Или Проще Самому На Сервере Посчитать 100 Секунд Ждать От От Юзера Результат Так Что Тут Как бы И вопросов Много О Дизайне Того Где Это Можно Применить Вот Так Ну Если Ни у Кого Нет Вопросов Да Можем Завершать Тогда Завершаем Ок Всем Пока Всем Пока Продолжение следует